Рассказывая о противостоянии германских племен и римлян, нельзя пройти мимо такую фигуру, как Маработ. А кто это такой? В прошлых фильмах мы говорили про него немного, теперь пришло время разобраться более подробно. Огромная Римская империя времен Нактавиана Августа поглотила все Средиземноморье. На севере жили германские племена, часть из которых также были покорены непобедимыми римскими легионами. На границе империи обитали маркоманы. Маркоманы – это часть большого светского германского союза племен. Проживали они в верховьях рек Рейн и Маин. Сейчас я опишу общераспространенную точку зрения о приходе к власти Маработа, а потом нашу гипотезу. Итак, Маработ был представителем германской племенной аристократии. Про него мало что известно, но из-за обрывочных данных можно предположить, что он был, как и Армении в детстве или юности, отправлен в Римскую империю. Как почетный заложник. Он получил хорошее образование и ожидал того момента, когда римляне отправят его руководить родным племенем. При этом он был талантливым человеком и отлично изучил римское общество, его слабые и сильные стороны, военное дело, экономику. Эти знания скоро ему пригодятся. В 8 году до н.э. отношения маркоманов и римлян ухудшились. Началась война, в ходе которой германцы были разбиты. Во главу покоренного племени был назначен Маработ. Он повелся как мудрый политик. Неясно, сколько у него ушло времени на укрепление своей власти, но маркоманы приняли его как законного вождя. Вместо того, чтобы держать свое племя в покорности к власти империи, Маработ предложил соплеменникам хитрый план. К нему все племя должно переселиться на более выгодные земли. Они находились в стороне от Раина, где хозяйничали римляне. Для переселения был выбран Герцинский лес. Проблема была в том, что там уже жили кельты. В боях маркоманы разгромили кельтское племя боев, от которых собственно и берет название местность Богемия, и заняли их земли. Дипломатией и военными походами Маработ создал свой союз племен. К удачливому вождю стали примыкать все новые и новые племена. Силы маркоманов крепли. К ним постепенно присоединились Гермундуры, Квады, Семноны и Лангобарды. В озвученной версии событий есть ряд противоречивых фактов. Первое. Как молодой вождь взял племя под контроль и убедил его переселиться на новые земли? То есть он должен иметь авторитет. А откуда у него такой авторитет? Второе. Земли, куда Маработ переселял свой народ, были заняты богами, которые находились в зависимости от римлян. То есть и маркоманы, и бои – это подвластные римлянам племена. Зачем империя разрешила им воевать друг с другом и создавать на этих землях независимое государство? Третье. Как молодой вождь захватил такие огромные земли, имеет в распоряжении только одно племя, которое к тому же еще и было только что разгромлено римлянами? Начнем разбор нашей гипотезы. Мы исходили из того, что Маработ был марионеточным правителем, который проводил в данном регионе политику в интересах римлян. Поэтому они его поддерживали. Собственно, по этой причине они называли его не вождем, а царем. Тем самым подчеркивая его более высокий статус среди варварских правителей. Они прямо говорили всем местным вождям, с кем нужно дружить, чтобы выжить и обогащаться. Они, по сути, видимо, создали ранее марионеточное государство маркоманов. А им это зачем? В статьях про государство Маработа мы не нашли ответа на этот вопрос. Пришлось думать самим. Логика наших рассуждений была простой. Патерпул называл Маработа царем. Если у Маработа было государство, то откуда у него были средства на содержание госструктур и армии? Мы обратили внимание, что Маработ взял под контроль все течение реки Эльба. Для чего? Реки в те далекие времена были своеобразными дорогами, связующими разные регионы мира. По ним шла торговля. А чем торговали германцы? Скотом, рабами, шкурами, мехами, воском, медом и т.д. Но зачем ему именно Эльба? Посмотрите, куда она впадает. В Северное море. Из Балтики на юг шла выгодная торговля янтарем. Это карта торговых путей, по которым янтарь шел в Рим, начиная с античности и до средних веков включительно. Взяли мы ее из Википедии. Ссылку прикрепим в описании к фильму. Это римский торговый путь 63 года нашей эры. Обнаруженный археологами по мастерским и складам той эпохи, содержащим в грунте янтарные остатки. Но торговля янтарем в этих землях была еще задолго до Рима. Торговля янтарем по Эльбе шла еще с 18 века до н.э. В период расцвета эпохи бронзового века янтарь шел как с севера полуострова Ютландия, так и с побережья Балтики, из земель Гатонов. Уже со второй половины первого века н.э. торговый путь от Балтийского побережья будет основным. Но до этого торговля по Эльбе и Рейну были более развитыми. Добытый янтарь шел через земли маркоманов и их союзников прямо в Римскую империю, в город Аквелея. Там было множество мастерских, делающих ювелирные изделия из янтаря. После этого украшения продавались по всей империи, а также в соседние страны, в том числе и в Индию. Представьте, какие богатства имело знать контролирующие эту торговлю. К тому же торговля шла не только янтарем, но и другими товарами. Взяв под контроль весь этот торговый путь, Марабонт сильно обогатился. У него появился прибавочный продукт, позволяющий ему содержать большое войско и заняться его вооружением и обучением. Послушайте слова римского историка Патеркула. Римская история, абзац 108. Муж знатного происхождения, могучего телосложения и отважного духа. Варвар скорее по племени, чем по уму. Он приобрел настоящую царскую власть и могущество. Там же абзац 109. Постоянными учениями он поднял силы, охраняющие его державу, почти до уровня римского войска, и вскоре они достигли небывалого совершенства и превратились в угрозу для нашего государства. Войско, которое он довел до 70 тысяч пехотинцев и 4 тысяч всадников, он подготовил в непрерывных войнах с соседними народами к более значительной деятельности, чем та, которую он осуществлял. Что следует из этого текста? Моработ имеет огромное войско. Причем оно почти на уровне римской армии. Как такое возможно и что это вообще означает? Есть ли гипотеза о том, что Моработ это римский ставленник и правитель марионеточного государства, то многое проясняется. Мы предполагаем, что Моработ не просто прибыл к соплеменникам и вот так запросто начал рулить ими по собственному усмотрению, он вернулся на родину не один. Наверняка у него собственный отряд верных ему людей, вооруженных по-римски, точно такие же парни, как конная Алла Арминия. Грубо говоря, 500 конников. Помимо этого, судя по всему, римляне отправили вместе с назначенным ими царем из своих военных специалистов. При помощи этих людей Моработ начал кардинальные преобразования в племени маркоманов. Из них он, по сути, собирает маркоманский легион. Римские военные обучают варваров, держать строй, менять в бухшеренге, дисциплине и прочим хитростям строевой подготовки. С империи начинаются поставки вооружения, особенно мечей, шлемов и, возможно, доспехов. Вообще, в германские земли продавать оружие было запрещено, но своим-то негодяям это делать можно и даже нужно. В римских традициях было вооружать ауксильев старым изношенным оружием легионеров. Мы думаем, что и для германских союзников римляне сделали точно так же, то есть предоставили им старое оружие из арсеналов. Но даже оно существенно повысило боеспособность отрядов Моработа относительно ополчения соседних племен. Сколько было этих бойцов у Моработа? Ну, конечно, не 70 тысяч, а что-то около 2-5. И это было не одного для римлян. Например, из союзных батавов примерно в тот же временный период римляне набирали ауксильев. Из них они укомплектовали 10 отрядов по 500 человек. Точно так же они могли сделать и с маркоманами. Только Моработу было позволено действовать более самостоятельно. При всем при этом не надо забывать, что всех этих прекрасных парней, получивших военную подготовку и оружие, надо было как-то содержать. Ведь их оторвали от земли. Римляне поначалу вкладывались в это, но настало время отбивать вложения. Империя позволила Моработу напасть на кельтов, обитающих в Богемии. Захваченных рабов Моработ продал в империю и получил средства на содержание своей армии и обогатил своих хозяев. Маркоманы не просто проработили кельтов, но и переселились на их земли. Все окрестные ворди сразу заметили, что в их регионе появилась очень серьезная военная сила. Большинство поспешили заключить союз с маркоманами, а строптивых Моработ раздавил. Патеркул писал, что Моработ очень много воевал. Значит, было не все так просто и гладко, но обученное и мотивированное ядро войска, усиленное ополчениями и союзными контингентами, отработало вложенные в него средства. Римская ставка сыграла как надо. В итоге Моработ взял под контроль весь янтарный торговый путь. Собственно, для этого вся эта многолетняя кровавая бойня и была устроена. Янтарь пошел в империю, а Моработ начал контролировать этот торговый путь. За это получал свой процент, на что содержал свой легион и делился с вождями союзных племен. Всех такое положение дел поначалу устраивало, но было одно существенное «но». Моработ стал реже воевать, все силы тратя на охрану караванов. Воины, посаженные на зарплату, начали бунтовать. Так всегда бывает. На войне можно существенно внезапно обогатиться, плюс азарт и развлечения, недоступные в мирной жизни. Помимо собственных воинов, и союзные вожди начали наверняка просить больших подарков. Моработ, даже может быть и не желая этого, был вынужден постоянно увеличивать плату с торговцев за охрану караванов, что, несомненно, увеличивало конечную стоимость янтаря и других товаров, удающих по торговому пути. Это начало бить уже по римским торговцам, ювелирам и элите, кормившейся с этого. В результате они надавили на насти империи, чтобы повлиять на своевольного царька. Переговоры не привели к компромиссу, и в шестом году империя начала подготовку к вторжению в государство Моработа. В седьмом году нашей эры 10 легионов с разных направлений должны были осуществить вторжения в пределы маркоманов. Но ход истории резко изменился с началом Великого Иллирийского восстания. Это была большая война, длившаяся до девятого года. Римляне сосредоточили для подавления бунта 30% всех армий империи. Если бы в этой ситуации Моработ поддержал восстание, то мог бы причинить римлянам серьезный урон, а то и развалить империю. Но он так не поступил. Почему? Если наша гипотеза о янтарной торговле верна, то все становится ясно. Существование государства Моработа зависело от торговли с римлянами. Янтарь шел с севера наряду с другими товарами, а с юга двигался поток плодов римской цивилизации. Вино, ткани, оружие и тому подобное. Поняв, что римляне завязли в войне в Иллирии, расчетливый царь предложил Августу мир и выгодные для себя условия торговли, а взамен он предоставлял свои войска для подавления мятежа. Моработу было не нужно восстание лирийцев, так как они мешали нормальной торговле, на которой, собственно, и строилось благополучие его государства. Именно этим объясняется поведение Моработа, а не какой-то трусостью или чрезмерной осторожностью. В 2009 году Армений возглавил борьбу хирусков и их союзников за свободу. После Тевтобурского пожарома Армений прислал голову Вара к Моработу, предлагая союз и присоединение к восстанию. Но Моработ отослал голову Вара в Рим, чтобы Август сам решал, что с ней делать. Тем самым он показал римлянам, что я вам не враг. На просьбы римлян начать войну с хирусками, царь Маркоманов ответил отказом. Он занял нейтральную позицию. Ему нужна была торговля, а не война. Проблема была в том, что его молодое и крайне неустойчивое государство состояло из разных племен. И, видимо, распределение доходов от торговли нравилось далеко не всей племенной элите. Отношения между Маработом и Армением были напряженные. Пока шли бои с римлянами, хируски не могли развивать войну с маркоманами. Но в 1917 году война закончилась. Тацет по этому поводу написал так. Анналы, книга 2, абзац 44. После ухода римлян, избавившись от страха перед внешним врагом, оба племени, как это постоянно случается у германцев, а на этот раз борясь к тому же за первенство, обратили друг против друга оружие. Силы этих племен и доблесть властвовавших над ними вождей были равны. Однако титул царя, который носил Маработ, был ненавистен его соплеменникам, тогда как Армений, отстаивая свободу, находил повсюду сочувствие и поддержку. Мы видим, что Армений позиционирует себя как борца с римской оккупацией и царской властью Маработа. Он привлекает на свою сторону всех тех, кто хочет жить по старинке, в родоплеменном обществе. Но не только это было причиной войны. Армений четко понимал, что для укрепления своей власти и создания устойчивого союза племен, а лучше государства, нужны деньги, товары и иные блага. В землях и руссков этого было мало, а у Маработа была выгодная торговля. Армений стремился взять под контроль легендарный торговый путь. При этом арменин стал действовать не только грубой силой, но и дипломатическими путями. В ходе переговоров ему удалось перетянуть на свою сторону два крупных племенных образования, а именно Лангобардов и Семнонов. То есть от маркоманов откололась половина территории и отрезаны были торговые пути. Также войско Армении пополнили новые союзники, что сделало его значительно сильнее Маработа. Казалось бы, все идет как по маслу, но усиление власти Армении не устраивало его дядю Ингиомера. Он вместе с преданными ему воинами перешел на сторону Маработа. Началась открытая гражданская война среди хирургсков, да еще и наложенная на войну с маркоманами. Силы противоборствующих сторон оказались примерно равными. Армии двух великих вождей сошлись в генеральном сражении. Тацит описывает битву такими словами. Анналы, книга вторая, абзац 45. Войска устремляются в бой, с равной надеждой на успех. И германцы не бросаются беспорядочно на врага, как это некогда бывало у них. И не дерутся нестройными толпами. Ибо за время длительной войны с нами они научились следовать за значками, приберегать силы для решительного удара и повиноваться военачальникам. Арминий, верхом объезжая войско и наблюдая за ходом сражения, напоминает каждому отряду, что никто иной, как он, Арминий, возвратил им свободу и уничтожил римские легионы. И указывает при этом на захваченные у римлян оружие и доспехи, которыми все еще пользовались многие из его воинов. Анналы, книга вторая, абзац 46. Херуски и Лангобарды сражались, отстаивая былую славу или только что приобретенную ими свободу, а их противники – ради усиления своего владычества. Никогда прежде они не устремлялись друг против друга с такой яростью и никогда исход боя не оставался столь же неясным. Ожидали, что сражение разразится с новой силой, но Маработ отошел на возвышенности, где и расположился лагерем. Это свидетельствовало о том, что он потерпел поражение. Мы видим, что оба войска достаточно хорошо обучены, дисциплинированы, умеют держать строй и повинуются своим командирам. У Армении многие воины облачены в римские трофейные доспехи и имеют римское оружие. Подчеркнем, что часть войск у Армении сражается, а он толкает речь перед отрядом элитных воинов, стоящих в резерве или засаде, и морально готовит их вступить в бой. То есть бой был многоходовым, а не просто столкновением толпа на толпу. Обратим внимание тех, кто утверждает, что Армении проиграл битву при Диставизе и битву у Вала Ангревариев, причем с полным разгромом германских войск. Как при этом он мог на следующий год собрать войска, способные вступить в войну с Маработом, у которого военный потенциал 74 тысячи отлично вооруженных обученных воинов. Война с Маработом посленно подтверждает, что битва у Вала Ангревариев – это не поражение, а боевая ничья. При этом армия не понесла фатальных потерь. В противном случае у Армении не было бы достаточного числа воинов и трофейных римских доспехов. К тому же воины германских племен шли в бой охотно за удачливым вождем. Сражаться на стороне того, кто постоянно терпит неудачь, никто бы не захотел. Стратегия на битву с Маработом у Армении была в выматывании сил противника и введении в бой свежих резервов. Из древних текстов невозможно понять размеры войск Армении и Маработа. Также античные авторы не дают нам нормального описания битвы и расстановки сил перед них. Но мы все же из имеющихся скудных данных попробуем ее реконструировать. Логически рассуждая, можно получить вот такую карту сражения и расположения войск. Битва должна происходить на стратегически важной дороге или перекрестке, которую невозможно легко обойти. Бой шел в поле, ограниченном лесами. В тылу у Маработа должен быть пол. На карте он обозначен светло-зеленым. Если Маработ принял римскую тактику боя, как писал об этом Патеркул, то в центре боя построения в нем должна стоять тяжелая пехота, вооруженная по римским традициям. Имеется в виду, что бойцы вооружены, как римские ауксидии, а не легионеры. Видимо, это были воины из племени маркоманов. Среди них и был сам Маработ. Фланги этой пехоты прикрывали бойцы из союзных племен. В среднем вооруженные похуже и в германских традициях. Впереди пехоты ближнего боя шли застрельщики с дротиками. Возможно, какое-то количество лучников и прачников. На левом фланге стояла кавалерия из союзников. Там же, видимо, располагался отряд хирургских перебежчиков с ингюмером во главе. Справа стояла кавалерия маркоманов и, возможно, союзные подразделения, которым Маработ особенно сильно доверял. Расположение сил Арминия было следующим. В центре боевого построения пехота ближнего боя. На флангах стояли отряды элитной пехоты из дружин вождей. Впереди шли застрельщики с дротиками и другим летательным вооружением. Справа стоял сам Арминия со своим кавалерийским отрядом и хирургскими. Левый фланг прикрывала союзная кавалерия. Мы предполагаем, что действие кавалерии по германским традициям у Арминия поддерживала легкая пехота застрельщиков. Итак, битва началась. Стратегия на битву с Маработом у Арминия была в выматывании сил противника и введении в бой свежих резервов. Битва была многоходовая и долгая. Арминия показала союзникам Маработа, что у него сильное войско и они не смогли отдалить и русского. После этого вожди один за другим стали предавать своего царя и переходить на сторону Арминии. Это было возможно только в том случае, если до битвы с вождями велись переговоры об измене. Им в спокойной обстановке обрисовали перспективы перехода на сторону хирургсков и какие лично они получат выгоды от этого. Убедившись в бою, что Арминия действительно серьезный вождь и полководец, у которого приличная армия, вожди решились на измену. В битве, видимо, возникла затишка и воспользовавшись этим, один за другим отряды союзных Маработу вождей стали переходить к Арминии. Маработ отступил на холм и видел, как к противнику переходят его союзники. Стало понятно, что это разгром и измена. Войска, оставшиеся преданными своему царю Маработу, сумели отступить с поля боя. Но сложилось ощущение, что Маработа Арминий намеренно не преследовал. И мы объясним, почему. Остатки войска с царем бежали в землю маркоманов. Оттуда он написал прошение к императору Тиберию оказать ему военную помощь в войне с Арминием, но получил отказ. И что мы видим далее? Арминий не убивает Маработа и не изгоняет его, а сохраняет ему власть и царство. Зачем? Это очень важный вопрос, отвечая на который, можно понять, что там вообще происходило. Арминий присоединил к своему союзу Лангобардов и Семнонов. Он стал гарантом того, что они могут теперь взымать пошлины с торговцев по янтарному пути и оставлять их себе и делиться с Арминием частью этих доходов. Маработ же продолжал контролировать южную часть своего государства и отвечал за бесперебойную торговлю с римлянами. Если бы земли, контролируемые Арминием, вышли бы на римские границы, то наладить торговлю стало бы проблематично, так как хоть горячая стадия войны и завершилась, но империя не потерпела бы владения Арминия в такой близости от Рима. Также их сильно бы раздражала настолько возросшая мощь Арминия. Все германские вожди были заинтересованы в том, чтобы торговля продолжалась, а не война с империей. Это еще раз подтверждает, что война Херусков с маркоманами шла именно за перераспределение доходов от янтарной торговли. Какая судьба постигла Ингиомера? Тацет про это ничего не пишет, но в аналах он оговорился, что из всей племенной знати Херусков эту войну пережил только один человек, и это не дядя Арминия. Значит, Ингиомер погиб в бою или был казнен, попав в руки племяннику. Так закончилась судьба этого престарелого и неугомонного вождя, а Арминия шла к успеху семимильными шагами. В 18-м году гатонские купцы с ментарем двинулись в путь в римский город Аквилею. Они, конечно, знали про войну и про передел сфер влияния на торговом пути. Столкнувшись с оставленниками Арминии, они заплатили пошлину. Также они платили сборы и в держание марабода. Прибыли они в римские пределы и подняли цены на товар, чтобы компенсировать понесенные убытки. Римские торговцы и связанные с ними знать сразу поняли, какие убытки они понесут из-за роста цен на сырье и обратились к друзу для решения этих проблем. Он принял делегацию, в которой были и представители гатонов. Среди них был знатный варвар Катуальдо. Он некогда имел ссору с марабодом и бежал от его гнева к гатонам. Теперь Катуальдо предлагал Дрозу поддержать его намерение свергнуть марабода. Хотя интересно, как Катуальдо сумел пройти через землю марабоды вместе с караваном, будучи неузнанным. Но оставим это вам на раздумья и продолжим повествование. Подробности мы не знаем, но можно предположить, что эта делегация отбала в земли гатонов, увезя с собой огромные дары, полученные от условно-гентарной римской мафии. На эти деньги, на пути к Балтийскому побережью, Катуальдо подкупает всех ключевых вождей в державе марабода и улангобардов, и семнонов. А почему они приняли предложение Катуальдо об измене таким влиятельным политикам? Это важный вопрос. Постараемся ответить на него. Из-за войны Армения и марабода затраты на транзит янтаря и других товаров резко возросли. По той цене их не хотели покупать римляне. Возникла угроза снижения объемов торговли, или вообще ее прекращение, по крайней мере, временно. Катуальдо предложил, видимо, убрать из торговой цепочки посредника Армения и уменьшить долю, которую брал в свою казну марабод, а за счет этого снизить взымаемые пошлины и, соответственно, себестоимость товаров. При этом он обещал часть взымаемых с торговцев сборов еще и переделить между племенной знатью Квадов, Семнонов, Лангобардов и Гермондуров. Именно поэтому Катуальдо так легко поддержали вожди этих племен. Все хотели богатств. Войско выступило из земель Гатонов и двинулось быстро, без сопротивления, обрастая отрядами вождей-изменников. Марабод не решился дать полевое сражение и закрылся в столице, надеясь удержать ее. Но сражаться за царя никто не хотел. Войско и практически вся знать открыто перешла за Катуальдо. Марабод это понял и поспешно бежал к Дунаю, по которому проходила граница владений германцев и римлян. Оттуда он написал прошение Тиберию о предоставлении ему политического убежища. Император разрешил свернутому царю поселиться в городе Равена. Он надеялся использовать его в возможных политической борьбе в германских землях. Но не ожидая больше потрясений для себя, Марабод 18 лет прожил в спокойствии среди римлян и умер в городе Равена. Катуальдо взял под контроль весь торговый путь, но что-то у него пошло не так. Видимо, он был не таким уж мудрым правителем и не мог наладить нормальную торговлю и справедливо распределять доходы между знатью. Проправив всего два года, он столкнулся с восстанием знати и был свергнут вождем вибилия из племени германдуров. Катуальдо бежал к римлянам, где и прожил до смерти. Но и вибилии правил недолго. Он был свергнут вождем квадов в ванне. Гражданская война в державе Марабода. Что делал Армений, когда шла дележка этого торгового пути? Это очень интересный вопрос, на который мы ответим в следующем фильме. А пока можете посмотреть наш фильм про греческие шлемы. Будет интересно, узнаете много полезной информации. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok